Так бьется сердце. Так звучит наше. Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Это Кавказ. Давайте такой. Давайте. Впечатление самое позитивное. Я, на самом деле, очень волновалась. И не только я. Все мы волновались. Мы репетировали вообще как подорванные. Просто последние несколько дней. Потому что как же, же, воздух же. В акустике это похоже на Валерия Сюткина. На Сюткина? На Сюткина. Подмосковкой. Отличная атмосфера, располагающая к тому, чтобы разговаривать долго, петь долго песни и так далее. Нет, нет. Во мне сейчас все как было. Так, все готовы. Артисты готовы. Я еще. Начальство нам не дало отмазку еще. Мы не можем так. Воздух. Наша радиопрограмма «Воздух» в гостях у нас группы «Пеладе» или, быть может, лучше ансамбль «Пеладе». Вам как больше нравится? Ансамбль «Коллектив». Коллектив. Самодеятельного творчества. Прекрасно звучит, мне кажется. Здравствуйте. Зори тая, разливают влажным травам молоко и мёд. Степь свобод шальная расцветает в невлюбленных. Ночь, минута, вечность, гор. Хватит нам манка воевать, дождь пораженный выдавать. Хватит без толку горевать, ночь пришла в тарку выпускать. Поздно нам манка воевать, дайте мне волю погулять. Поздно советы ей раздавать, дочь пора замуж выдавать. Ровно год назад, в это самое время, был у нас в разделе НашТВ прекрасный сюжет, как раз вот в числах декабря, новоселье. И я процитирую, тогда вы сказали, нужно формулировать желание на ближайший год. И было сформулировано три желания. Записать альбом, встретить принца и обрести гармонию в себе. Ну, по поводу альбома, я уже понимаю. Началось исполнять. Началось, по крайней мере, за дело было сделано. Что с принцем? Как у нас с принцем? Значит, нужно, я вот правильно сказала, нужно себя иногда слушать. Нужно четко формулировать свои желания. Поэтому как-то я не доформулировала, видимо, желание, не описала себе до конца каких-то качеств принца. Поэтому он был встречен и отправлен туда же вот вместе с конем. Поэтому это, в принципе, желание переносится на следующий год. В дальние странствования в путешествии. Да, в дальние очень. И поэтому, в общем, так же, как и с альбомом, в общем, это желание первое с альбомом записать альбом, оно тоже переносится на девятый. Дописать, скажем так, да, альбом. Значит, принца туда же. И обрести гармонию в себе – это желание, которое не может быть исполнено. Оно практически риторическое такое. То есть это поиск гармонии, он на самом деле вечен, мне кажется. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Нет никого ни на свете. Вернемся, есть еще одна такая любопытная, мне кажется, дата. Ровно два года назад, почти что в это самое время. Вы стали практически моим коллегой, поскольку наше радио не только запело песни Пелагея, но и, собственно, все оформление для тех, кто, может быть, не знает, поется именно вашим голосом. Да. Были такие, конечно, разные предложения, неожиданные, когда там надо там-то спеть, вот тут-то спеть, когда использовали, в общем, голос мой. Но тут было интересно, потому что, ну, как-то такое поле для творчества совершенно иного вообще характера. И я вообще, ну, это же какая-то, тем не менее, да, какая-то немножко рекламная история. Я прям, как будто была не я, а вот какая-то, знаете, как бэк-вокалистки бывают. Вот я была бэк-вокалисткой, я прям себе придумала, что вот это вот не совсем было Пелагея. И я теперь каждый раз, когда еду в машину и вдруг слушаю вот эти перебивки, боже мой, я прям, о, это я, это я, это я, мне даже иногда очень хочется сказать какому-то таксисту, типа, а, вот знаете, кто? Было очень весело, и я поэтому надеюсь, что, в общем, всем понравилось. Ну, я всегда с артистами начинаю разговаривать на «вы», ну, потому что, ну, на Бурдершафт вроде как не пили, поэтому всегда стараешься к человеку относиться уважительно, говоришь «вы», несмотря на то, что Пелагея там младше меня, какая разница. Но в процессе передач мы как-то органично перешли уже на «ты», и уже, ну, как-то вот общались, как нормальные какие-то старые приятели. А спортивная жизнь Пелагея стала на сноуборд? Буквально вот несколько недель. Я каталась буквально еще несколько раз, но я уже кантуюсь в передний и задний кант, для, в общем, людей, которые катаются, поймут меня сейчас. Круто, а не страшно? Ну, страшно. Но именно поэтому и круто, потому что страшно. Песня какая у нас будет? Песня про сноуборд! Песня про сноуборд! Песня про сноуборд! Песня про сноуборд! Песня про сноуборд!